Даже на кадрах из детского мультика виден пугливый и нервный нрав оленя. Приручить такое животное очень сложно, поэтому дрессированные олени – большая редкость. Пермикам в этом отношении повезло. В вольерах Пермского цирка сейчас живут четыре морала – алтайских благородных оленя. Восточно-сибирское происхождение дает о себе знать. Даже в теплом помещении они чувствуют приближение зимы. В цирковых условиях, потому как тепло, естественно, в природе они к зиме готовятся, они одеваются. У них под пушек шерсть хорошая, чтобы не замерзнуть зимой. Кушают они, наедают себе жир тоже. Сено даем, ветки даем. Но все равно, ощущая вот эту природу, они немножко осенью лучше кушают. В осенний рацион оленей добавляются сезонные овощи – перцы, кабачки, огурцы, грибы, которыми, по словам дрессировщиков, животные наедают лоск. Из ягод моралы больше всего любят рябину, а вот помидоры не жалуют. В октябре у тех, кто работает с этими животными, забот прибавляется. У оленей начинается брачный период. Моралы становятся беспокойными, агрессивными, а некоторые самцы в период обострения даже непригодными для выступлений. Они более агрессивны, и больше внимания к ним, чтобы, не дай бог, где-то что-то не случилось. Потому что, например, самец, он очень агрессивный, он может и на рога поднять. Но я знаю, что, например, читала по литературе, что в тайге, когда моралы гуляют, даже охотники в лес не ходят. Несмотря на особенности темперамента осенью, из графика цирковых тренировок эти олени не выбиваются. Занятия ежедневно – выходной понедельник. Впереди у четвероногих артистов гастроли в Екатеринбурге. Субтитры создавал DimaTorzok